Друзья, всем огромный привет! Сейчас я хочу приготовить очень красивую и вкусную закуску на праздничной новогодней слои. Яйца разрезаю напополам. Отправляю их в миску. Боюсь повредить белок, потому что я уже одно яйцо неправильно очистила. Смотрите, какое оно у меня получилось. Теперь к желткам натираю на терочке зубчик чесночка. Можно, конечно, и два. Это все по желанию, как вы любите. Добавляю сюда майонезик, черный молотый перчик, это тоже по желанию. И немного добавляю соли. Все это хорошо разминаю. Соль, перец, чеснок, добавляйте все по вкусу. Вот до такого состояния я хорошо все растерла. И сейчас можно попробовать по вкусу, как оно может быть что-то нужно добавить туда. Но у меня все хорошо. У меня в доме один единственный помидор. Я его помыла и теперь желательно мне его срезать. Очень аккуратно, чтобы не повредить. Так, вот так по кругу аккуратненько обрезаю помидорчик. Все хорошо прошло, удачно. Вот так вот обрезала. Это можно в салатик покрошить и отправить в салат. И теперь помидор мне нужно разрезать на треугольнички. Теперь опять беру из-за яйца и начинаю их фаршировать. Помните такую закуску? Мы раньше всегда ее готовили на любой праздник. А вот у меня получилось как раз, ну тут чуть-чуть, можно так же сюда выложить. Но я сделаю по-другому. Я это все выложу на кусочек себе хрустящего хлебушка свежего. Так, из помидора мы будем делать колпаки. Это у нас будет Дед Мороз. Ну это тоже все в салатик. Так, ну Дед Мороз не будет же у нас без глаз, правильно? Поэтому мы сделаем из черного перца ему глазки. Потом, конечно, когда будете кушать, вы перчик уберете. Ну, а кто-то, может быть, любит с перчиком. Ну, на столе это выглядит очень красиво. Носик ему можно сделать, чуть-чуть вырезать морковочку и сделать ему носик. Или с помидорчика, такие небольшие, повырезать и сделать носик. Но я не буду долго морочиться, у меня есть гранат. И я ему сделаю носик из граната. Я думаю, что тоже так неплохо смотрится. Если у вас есть гранат, сделайте так. А если нет, то с морковью или с помидорчика можно вырезать такие небольшие, кругленькие пяточки. Ну и какой же Дед Мороз без бороды? Нарисуем ему вот так майонезом бороду. Украсим ему немножко колпак его. Ничего страшного, если один раз в год вы съедите больше майонеза, чем обычно. Смотрите, какой красивый получается. Вот этот Дед Мороз у меня какое-то все время съезжает и съезжает. Еще праздника нет, а он, наверное, уже выпил шампанского. Мне кажется, получается очень красиво. Возможно, где-то там борода у Деда Мороза подкачала. Ну, я парикмахер в прошлом и уже забыла, как правильно стричь бороду. Поэтому, как получилось. Я думаю, такая закуска украсит любой праздничный новогодний стол. А у меня на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите свои комментарии. Поделитесь этим видео со своими друзьями в своих соцсетях. Может быть, кто-то захочет приготовить тоже такую вкусняшку на новогодний стол. Всем пока. Отличного настроения.